Приветствую вас. Давайте мы разберёмся с тем, что вы написали. Значит, если у вас есть повторение какой-либо модели поведения в отношениях и вообще где угодно, это значит, что вам подобная модель поведения для чего-то нужна. Вы говорите, что у вас истерики с молодым человеком, ну то есть, что периодически вы устраиваете истерики к своему. Мужчине, вот, периодически вы, значит, ему выговариваете, скажем так, да? Вот. Выговаривать ему достаточно, видимо, много, если это можно назвать ссоры. Итак, также говорите, что у вас идёт накопление, значит, у вас идёт накопление негатива. На мой взгляд, это очень важный момент. Дело в том, что сам факт накопления негатива говорит о том, что вы какие-то чувства в себе подавляете, да? Ну, в принципе, вы об этом и пишите, что у вас накопливается негатив, что-то не так сделал, что-то не так поступил, не то сказал, да? Ну, вот. И, соответственно, после чего вы взрываетесь. Есть момент такой, есть момент такой. Важно понять именно природу того, что мужчина не делает для вас, или природу того, что вы воспринимаете в качестве вреда для себя. Это очень важная история, потому что одно дело, если мужчина вам просто вредит своим поведением, да, то есть это какое-то его неуважение к вам. Одно дело, если это какой-то откровенный негатив к вам, вот. И совсем другая история, если человек, допустим, не делает ничего плохого по отношению к вам, а вы все равно чувствуете негатив только потому, что он не захотел делать то, что вам нужно. Вот вы говорите, что вы начинаете испытывать негатив тогда, когда человек не делает того, что вы хотите. То есть не делает. То есть не делает того, что вам нужно не удовлетворяет какие-то ваши желания. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, довольно важно понять, о каких именно желаниях идет речь. То есть, что конкретно вы подразумеваете под своими желаниями. Чего вы хотите для себя, например. Что вам нужно для себя, например. Вот. И, соответственно, какова ваша ответственность за то, что вы, соответственно, делаете. Вот. То есть, какова именно ваша ответственность. То есть, вы сами, вот, вот, вы сами, готовы ли, вот, реализовывать свои желания. По какой причине вы считаете, что мужчина должен удовлетворять эти желания? Да. То есть, именно нужно разобраться. Нужно разобраться, что это за желание и как их, эм, как их удовлетворять. Ну, наилучшим образом, скажем так. Дальше. Очень важно, почему вы накапливаете негатив. То есть, вот, с чем конкретно связано то, что вы накапливаете этот самый негатив. Вот. То есть, обычно накапление негатива связано с тем, что вы считаете невозможным, недостойным, страшным, эм, для себя выразить свои чувства, свои эмоции, свои желания. Вот. И в итоге негатив накапливается. То есть, вы где-то у кого-то, да, вы научились этому. То есть, где-то у кого-то вы научились накапливать негатив. Вот. Если это так, то подобный аспект, то есть, когда вы накапливаете негатив, да, нужно, понятное дело, корректировать. Потому что, за то, что вы негатив накапливаете, ответы начнете, ну, пожалуй, только вы. То есть, это ваш ответ. Но, вместе с тем, вместе с тем, это же ваша привычка. Понимаете? То есть, это ваша привычка действовать именно так. То есть, это ваша привычка действовать вот в таком ключе, в таком, в таком контексте. В таком контексте накопления негатива. И не выражение своих эмоций, и не выражение своих чувств в реальном времени. Вот. И, конечно же, конечно же, этому нужно учиться. Если этому научиться, да, то вы будете в реальном времени выражать свои эмоции. И, условно говоря, не будете доводить, не будете доводить до такого, или до того, что будут происходить, обязательно ссоры, конфликты и так далее. Вот. То есть, тут, если вы подойдете к вопросу грамотно, тут, на самом деле, ситуация будет складываться, ну, вот, таким образом. И вам это поможет отношения сохранять. Ну, да, то есть, здесь нужно не вдерживать себя, как вы это делаете сейчас. А здесь нужно, скорее, именно, смотреть на свои, на свои желания, смотреть на свои потребности, смотреть на то, что вы хотите. Вот. И адекватно это выражать. А все с этого не происходит. А поскольку, поскольку вам все равно хочется, ну, какие-то желания у вас есть, вот, то по итогу ситуация и складывается так, что вы взрываетесь. Дальше. 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 Так себя ведете. Ну, со своим мужчиной. Эта цель она может быть, например, неким таким желанием доказать, что вы, например, недостойный мужчин, или вы недостойны отношений, или чего-то еще в таком вот ключе и контексте. То есть, если это все действительно так, то экзистенциальный момент разобрать очень важно, чтобы он на вас не влиял. Экзистенциальный момент называется интроектом. То есть некая такая, усвоенная полностью и без надлежащей критики мысль, которая теперь по факту вами руководит. Ну то есть вот данная мысль вами руководит, что безусловно не может быть чем-то хорошим для вас. То есть с этим нужно разбираться. Далее. Истерика. Само по себе проявление истерики, проявление истеричности само по себе, ну вероятно связано с тем, что вы не чувствуете себя значимой, не чувствуете себя важной именно для партнера. И таким образом пытаетесь привлечь к себе внимание. То есть вы боитесь, что, ну возможно боитесь, что для человека, скажем, вы значите немного, вам не хватает этого внимания. Вот. И данный аспект, конечно, с одной стороны, очень осложняет вашу жизнь, потому что вам тяжело, тяжело постоянно находиться, например, в этом напряжении. Ну, ждать или требовать от партнера того, что вам нужно. Вот. С другой стороны, вам, вы не отвечаете за это сами. Вы не несете за это ответственность сами, самостоятельно. Вот. А это на самом деле очень важный момент, потому что внимания не хватает вам и, соответственно, за отсутствие, например, или наличие внимания отвечаете все же именно вы, а не молодой человек. Класс. Класс. Поэтому здесь очень важно подумать, в чем же все-таки вы нуждаетесь, с чего же вы все-таки хотите, да, что же вам все-таки нужно. И по какой причине именно такой способ удовлетворения этого, того вот, в чем вы нуждаетесь, вы выбрали. Совершенно очевидно, что это идет из детства. Совершенно очевидно. Вопрос только в том, что именно, что именно идет из детства. Далее вы говорите про любовь, про, ну, про чувство любви, вот, которая у вас есть, которая вы испытываете к своему мужчине. И здесь я, пожалуй, должен спросить у вас о том, как вы понимаете любовь? То есть, что для вас значит любовь? Мне кажется, что это очень важный момент, как вы ее проявляете. Как вы выражаете свою любовь, вот. То есть, если вы выражаете любовь в заинтересованности партнера, это одно. Но, если вы выражаете любовь в виде нуждаемости партнера, это совсем другое. Тогда вопрос стоит так, насколько вы действительно любите, и есть ли у вас средства для того, чтобы любить. То есть, заметьте, да, вы пишите, что, может, есть желание построить крепкие отношения. Вопрос в том, зачем? Это сделает человека счастливым? Я имею в виду вашего партнера. Почему вы хотите построить крепкие отношения? Кому это нужно в большей степени? Вам или партнеру? Подумайте об этом. В принципе, я думаю, что так можно ответить вам на ваш вопрос. В принципе, я думаю, что так можно вам ответить. Изменить модель поведения можно будет только изменив форму реализации своих желаний. И, возможно, отношение к себе, восприятие себя, как сейчас вы себя воспринимаете. Возможно, потребуется изменить ваши цели. Жизненные цели, ориентир, а подкорректировать их, естественно, не полностью, естественно, не все. Вот, но я думаю, что что-то обязательно подкорректировать нужно будет. Вот, примерно так. Вот, если это действительно у вас идет из детства, да, подобная история, то нужно будет корректировать отношения с родителями, детско-родительские отношения. Если у вас просто был неудачный опыт, ну, в отношениях все было нормально, а потом вот начала проявляться такая история, то, возможно, здесь есть все травмы. То есть просто вы получили психологическую травму, вот, в течение своей жизни, и теперь на языке гестартерапии, да, пытаются закрыть гестар, бесконечное закрытие гестарта происходит. Вот. Это, в целом, корректируется в той же сложности, в этом я не вижу. Ну, при условии вашего желания работать, конечно. Вот. Так что, вот, смотрите, смотрите, выбирайте и решайте, что с этим делать и как. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад на ночь. Сейчас я посмотрю, все ли я затронул в своем ответе. А, нет, не все. Значит, я забыл про примирение сказать и про то, что у вас не работает стоп. Раньше работал, работал стоп, а сейчас не работают. Смотрите, история такая. Примирение тоже очень важно изучить в контексте того, как вы это понимаете. То есть, как вы понимаете примирение. Поэтому очень важно определить, как именно вы миритесь. На мой взгляд. На мой взгляд. Примирение без каких-то решений не имеет никакого смысла. Я серьезно говорю сейчас. Примирение без каких-либо решений. Это просто трата времени. Поэтому важно, чтобы вы поставили себе цель мириться, мириться только в том случае, если будут приняты какие-то решения. Молодым человеком. Конечно. Вот. Только-только так. И никак иначе. Только так и никак по-другому. Что касается стоп. Стоп. Что касается стоп. Правила. Что здесь, на мой взгляд, история следующее. Что сдерживать себя можно только если вы все-таки свои желания как-то удовлетворяете. Вот. Если ваши желания не удовлетворены никак, то не получится у вас и себя сдерживать. Поэтому, если раньше запас какой-то удовлетворенностью или, может быть, надежды на удовлетворенность у вас был. Если раньше этот запас у вас имел место. Вот. Что сейчас, да, совершенно очевидно, что этого запаса нет. Вот. Понимаете? И именно по этой причине вы и перестали тебя сдерживать. Ну, надо сказать, что это даже хорошо. Потому что, возможно, именно то, что вы перестали себя сдерживать и привело вас к психологу. А мы здесь вам поможем. Вот. Примерно. Такая история. На этом все. На этом все. Теперь уже точно. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.